Продолжение следует... И в теме моего доклада с красной строкой проходила тема организации электронного документа оборота не просто как такового, а именно с применением технологий защиты информации и обеспечения возможности работы с документами нескольких грифов, в том числе задержащие государственную тайну. Потому что в настоящее время это такой рынок, в котором практически нет конкуренции, потому что большинство разработчиков, которые представляют свои решения, они являются иностранными. Поэтому у них просто нет шансов получить некоторые сертификаты, чтобы вырабатывать густая. На этом делается основной акцент, ну и плюс технология, за счет которой мы все обеспечиваем. Технология, она довольно понятная, когда между прикладным программным обеспечением и системным есть промежуточный слой, который в себя инкуксулирует нужные подсистемы, подсистемы хранения, подсистемы передачи данных, сертифицированные средства обеспечения безопасности информации и так далее. А документы оборудования, как приложение для пользователей, уже используют все эти вещи и не нужно было с нуля их разрабатывать. Промежуточный слой уже сертифицирован, его можно использовать для обработки человеку в стайну. Соответственно, бюрократ, наша система так называется, ИВК-бюрократ, тоже можно использовать. По вашему мнению, как эксперта, какие сейчас существуют наиболее значимые, актуальные угрозы информационной безопасности, если мы говорим об электронном документе оборудования? Знаете, наверное, для меня сложный вопрос, потому что я не являюсь специалистом в области безопасности информации, обеспечения безопасности. Но, говоря простым языком, очень важный, как я с точки зрения пользователя смотрю, очень важный момент является именно разграничение доступа к документам, чтобы важный документ мог посмотреть конкретный пользователь, и кто-то не мог посмотреть, выгрузить, сохранить, распечатать и так далее. Мне кажется, здесь откроется очень много моментов, а именно информационные атаки, моменты, которые не связаны с пользователями, там безопаснее не ответят, потому что это вопрос. А почему в этом году решили принять участие и выступить с докладами? Наверное, в прошлом году у нас есть классный опыт взаимодействия с вашей компанией и выступления тоже на этой выставке. Поэтому, судя по прошлому опыту, мы помним, что очень интересные люди, очень интересные вопросы, много интересующихся им документов оборудования в защищенном исполнении. Поэтому для нас все это было простое решение присоединиться к выставке, общаться, получать позитивный опыт, делиться информацией. Есть какие-то пожелания к организаторам на следующий год, возможно, по какой-то деловой программе или по организации? Очень хороший плюс в этом году, по сравнению с прошлым, это то, что организовано место, где можно перекусить. Это просто замечательно, шикарно. Это единственное то, что в прошлом году я говорил за счет того, что какие есть плюсы, что лучше так замечательно, очень интересно. Классно расположены стенды, достаточно необычные и для меня необычные. Открытые и подразумевающийся постоянный контакт, хороший обзор и вот это классное преимущество именно этой выставки сегодня.